Сегодня в республике отметили знаменательную дату. Исполнилось 88 лет со дня рождения Чувашского сокола. Торжественный митинг прошел в селе Шоршало. Вспомнить дважды героя Советского Союза приехали его родственники и друзья. В день рождения Чувашского сокола для жителей его родного села приготовили уху. Известно, что космонавт номер три был заядлым рыбаком. Любимый рецепт покорителя вселенной – суп из самов и сазанов. В Шоршалах его называют ухой Андриана. Он когда приезжал на родину сюда, в Шоршалах, рыбачил на цивиле. Цивиле у нас река рядом. Это уха для гостей, уха от Андриана. Называется наша уха. Картофель, лук и рыба. В Шоршалах чуть ли не каждая мать видит в своем ребенке будущего космонавта. Как начинался непростой путь к звездам юного Андриана, здесь знают многие школьники. Повторить его подвиг – голубая мечта. Большинство мальчишек. Кто у нас космонавтом хотел стать? Да, мечтаю. Потому что там, когда взлетаешь, очень классно. Кадры с квадрокоптера. Родина Чувашского сокола как на ладони. Он говорил, что Шоршала и звезды над ними ему снятся часто. Своё село он любил всем сердцем. И именно благодаря космонавту здесь появился музейный комплекс. Это «Волга» недавний экспонат. За рулем автомобиля передвигался сам Андриан Николаев. В ближайшие годы здесь намерены обустроить ландшафтный парк. Он будет похож на солнечную систему. У нас эскизы каждой планеты, ещё плюс ландшафтные композиции. То есть Марс, например, красноватые эти кастарники, да? И вешено-зелёные. То есть так и многолетние травы. И сами планеты будут в форме садового светильника. Они будут светиться. Глава республики говорит, что многому научился у космонавта номер три. Михаил Игнатьев вспоминает, как Андриан Николаев проводил в его классе уроки мужества. Когда в школе мы учились, смотрели, он же в форме, в орденах и медалях, когда рассказывает, как космос. Мы-то смотрим, звёзды, вселенная. А он же покорил это всё. Вот столько надо было мужества ими. Я-то научился, наверное, трудолюбивым. То, что родители воспитали, его пример послужил. Надо быть целеустремлённым, надо быть трудолюбивым. В часовне, где похоронен дважды герой Советского Союза, отслужили молебен. Память о покорителе космоса будет жить вечно, ведь именно он в числе первых открывал дорогу к звёздам. Сейчас к орбитальному полёту готовится 122-й космонавт России. Медрик Ковалёв и Андрей Спиридонов. Республика.